всем большой привет дорогие зрители и сегодня я вам поговорю с вами про плагины и так мы поговорим про сайт mine tools просто потому что у меня все плагины с него и удобно с ними работать сегодня мы поговорим про бесплатные плагины потому что сайт их предоставляет и я хотела бы с вами о них поговорить я тоже начинала именно с этих плагинов а потом уже обзавелась всеми остальными и так я покажу собственно как их установить и что я с ними вообще делаю и так начнем мы с free stock master это плагин который позволяет закрывать открытые объекты какие-то бесполезные точки и так далее так открываем русскую инструкцию в принципе все очень просто а чтобы заказать плагин да надо просто ввести адрес и подписаться вот я уже скачала данный плагин то есть он у меня есть давным-давно и давайте сейчас его установим в adobe illustrator и так открываем в инструкции как это собственно делается здесь описание для чего этот плагин для каких стоков он подходит и так далее вот и собственно сама установка значит у нас и доп иллюстратор английская версия но у меня все русское ну будем в общем по аналогии ориентироваться presence стиле язык и скрипт скрипт собственно действия это если тоже у вас как бы русская версия иллюстратора установлена итак открываем наш программ файл находим наш и доп находим наш и доп иллюстратор и здесь мы находим стиль язык и сценарии и именно сюда мы должны скопировать файл фрик сток мастер на сайте два два таких плагина которые скажем так обрабатывают файл и подготавливают его к загрузке для начала я конечно советую воспользоваться вот этим фристок мастером чтобы понять удобно неудобно надо не надо и так значит давайте на практике мы что-нибудь рисуем 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 карандашом у нас здесь просто контур мы это как бы знаем то есть 4 открытых объекта предположим что это реальная работа и мы не знаем где находятся открытые объекты и нам надо их закрыть и этот плагин шикарно помогает это сделать и так просто нажимаем поиск он начинает обрабатывать работу и здесь он дает на выбор что сделать открыть закрыть то есть экспант делит или объединить я нажимаю экспант окей и окей закрываем плагин может сработать не с первого раза потому что может либо не найти либо еще что-то в общем он сделал наши кривые попыкновенные векторные объекты теперь у нас ноль открытых путей вот такой интересный плагин действительно очень помогает в работе я его постоянно использую и очень рада что он распространяется бесплатно вот всем кому это интересно можете тоже попробовать вот другие плагины с этого же сайта давайте попробуем второй бесплатный плагин который есть на сайте итак давайте откроем к нему инструкцию как собственно его устанавливать и надо ли его устанавливать вообще а здесь снова идет описание самого плагина его совместимость и нам необходимо его использование и так для того чтобы использовать данный плагин просто необходимо открыть один из файлов который нам необходим то есть его даже не надо устанавливать это просто набор файлов которые мы перетаскиваем в рабочую область и начинаем работать я думаю это вы и сами прекрасно сможете попробовать то есть этот плагин даже не надо никак устанавливать вот и у нас есть третий плагин который также распространяется бесплатно и для него мы посмотрим как его устанавливать это уже не скрипт это уже скажем как это называется не сценарий а действия операции и так открываем окно вкладка операции это если у вас русская версия и смотрим дальше что надо сделать так открываем выпадающее меню и новая операция и так выпадающее меню и загрузить операцию тоже очень интересная штука это набор каких-то повторяющихся действий которые запечатаны в один какой-то архив и так добавляем сюда наши операцию открываем смотрим а просто нажимаем play так ну давайте создадим в общем такой же прямоугольник как у них здесь выделяем и нажимаем play так все делаем то же самое как с сайта устанавливаем 70 и нажимаем ok так у нас ничего не получилось мы не то выделили у нас мы эффект искажения выделили а нам надо было выделить весь наш все наши действия давайте выделим допустим просто повтор нажмем вот он у нас видите скопировался без без искажения выберем что нибудь еще такая вот у нас история получается и так давайте потренируемся с искажением я выбрала сейчас деформацию и просто ставлю поворот нажимаем поворот и получается вот такой вот интересный узор давайте поставим что-нибудь такое же только с меньшим объемом объемом снова поворот в общем получается у нас вот такие вот звездочки что ли я думаю с этим уже можно как-то экспериментировать и что-то интересное придумывать и так давайте все таки попробуем что-нибудь что у нас получилось с они еще кстати можно это что-то из как есть в еврейской культуре такие вот в общем звезды в общем не знаю видите можно наверное экспериментировать до бесконечности нажимаю стрелку вниз и у меня моя геометрическая фигура уменьшается нет это получилось что-то наверное не очень красивое давайте еще раз вниз квадрат да просто получается то мы нажимаем play вот и в мусульманстве тоже есть вот эти вот звезды так ну а теперь давайте у нас есть эффект деформации смотрите сначала он ставит эффект деформации а потом получается делает поворот то есть чтобы пройти по всему сценарию все а деформация разобрать и поворот с деформацией конечно же получается наверное как-то поинтереснее тоже можно экспериментировать не знаю давайте вот такой треугольник возьмем вот такие вот интересные плагины мы сегодня разобрали вы конечно можете сами попробовать все поэкспериментировать и так далее большой плюс что эти плагины бесплатные вы можете их просто скачать установить и ими пробовать и уже если вам понравится установить себе какие-то платные надеюсь видео было вам полезным и интересным всем спасибо за просмотр и всем пока а